Пять новых депутатов в состав Самарской городской думы пополнился из числа районных представителей. Они заняли места тех парламентариев, которые были избраны в областной ЗАГС собрания. Изменения, принятые на федеральном уровне, дошли до муниципальных служащих. Для чиновников закон предписывает повышение пенсионного возраста. С 1 января 2017 года он будет увеличен на 6 месяцев. Соответственно, 55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 лет и 6 месяцев для мужчин. Гарантии муниципальным служащим закреплены в городском уставе. А значит, чтобы повысить им пенсионный возраст, необходимо провести общественное слушание. Сегодня же городская дума утвердила отчет об исполнении бюджета Самары за прошедшие 9 месяцев этого года. По данным департамента финансов, в казну поступило более 15,5 миллиардов рублей. Это больше половины от всех запланированных доходов. Полную сумму рассчитывают получить до конца года. Бюджет сохранил социальную направленность, при том, что удалось профинансировать масштабные проекты. У нас очень большая сумма ушла на ремонт дорог. В этом году впервые мы приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Это тоже бюджетные деньги. И это очень хорошо. Очень хотелось бы, чтобы Самара имела еще больше денег. Чтобы мы успели сделать огромные преобразования. Те, которые вчера были озвучены в послании губернатора Самарской области. Сегодня же депутаты утвердили изменения в перечне ветких домов под снос. Из списка исключили 298 объектов, которых по факту уже нет. Всего же в Самаре 4,5 тысячи таких домов. Из них 355 планируется расселить по инвестиционным соглашениям. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Дмитрий Мешканцов.